Дорогие друзья, всем привет! С вами Анна, каналы Дубай. В этот солнечный день мы находимся в Дубае и сегодня встретились с Викторией Цыганковой. Она живет в Дубае уже несколько лет и переехала она из города Уфы. Мы, кстати, с Викторией познакомились совершенно случайно и я очень рада этой встрече, очень много узнала от Виктории. И сегодня я хочу вас познакомить с Викторией и задать ей вопросы, которые часто вы всегда спрашиваете. Привет, Виктория! Привет, Анна! Привет всем подписчикам канала InDubai! Рада вас приветствовать за это волшебное утро в пятницу в кафе Шекспир в Дубай Марин Моу. Очень приятно встретиться с тобой сегодня. Хотела узнать, как так получилось, что ты переехала в Дубай? В Дубай я оказалась, наверное, чисто случайно. Дело в случае, будучи человеком всегда мечтающим, я всегда хотела попробовать себя на международном уровне. И в один прекрасный день путешествие в Таиланд открыло мне дорогу, как оказалось, в Дубае. Я попала сюда, устроилась на работу, проходила собеседование по телефону. И начинала я не с самого Дубая, а с соседнего Эмирата, Фаджиэра. А когда именно ты переехала в Дубай? Я переехала ровно три года назад. Хотела, кстати, выразить благодарность тебе, Анют, Азат и вашему проекту InDubai. Потому что сегодня такой уникальный шанс, наверное, подвести, так сказать, саммари по прошествии трех лет, того времени, как я приехала в Дубай, приехала в 2011 году, 4 февраля. Также, наверное, хотелось бы узнать, где ты до этого жила, чем до этого занималась? Я жила в Уфе, работала в компании интернет-провайдера, узнавала очень много о йоге, занималась спортом активно, любила всегда путешествия, необычный взгляд на мир, на вещи, всегда интересовалась общением с людьми из различных культур и наций. Наверное, это один из факторов, который также привлёк меня в Дубае. Почти все люди, которых я интервьюировала, всегда спрашивала один и тот же вопрос, какие у тебя были первые впечатления, когда ты приехала в Дубай? Мир без границ. Здесь всё. Можно безгранично мечтать, безгранично реализовывать свои цели, реализовывать себя. А также, что меня ещё восхитило в Дубае, это возможность жить, наслаждаться жизнью и быть окружённой различными культурами и нациями. Вообще поражает та возможность и способность людей жить в мире согласия. Около 200 различных национальностей живут здесь. То есть, как говорится, путешествуя по миру, можно открывать для себя новый взгляд, новые ощущения жизни. Наверное, здесь, в Дубае, это уникальная возможность при общении с людьми. Каждый день, встречая нового человека из той или иной нации, ты узнаёшь всё новые и новые вещи и иначе оцениваешь многое в своей жизни. Но очень сложно научиться себя не привязывать к людям. Друзей здесь очень много. Но каждый, когда вы едете сюда, вы должны осознавать то, что Дубай – это не пункт назначения. Это, наверное, скорее всего, пункт отправления. Когда приезжаешь сюда, ты понимаешь, что, в принципе, мир настолько открыт, он весь на ладони. И Дубай даёт тебе силы, надежды верить в себя и отталкиваться вперёд. И также, ну, как бы, общение здесь позволяет тебе встречать, ну, заводить новых друзей, знакомых. Ну, при этом учит тебя не привязывать. Потому что сегодня этот же знакомый, может быть, уже снова вновь дома. Можно, конечно, поддерживать общение, но такой факт. Я знаю, что в Дубае тебе пришлось пройти через многое. Хотелось бы подробнее узнать именно твою историю переезда. Моя история переезда, наверное, будет отличаться от всех. Поскольку человек авантюрный, я вообще… Тогда не существовала проекта «Ин Дубай», не было возможности узнать всех возможностей, как и что можно сделать. Я, наверное, пошла по пути наименьшего сопротивления. Меня познакомил один из моих знакомых, который меня так красочно делил со своим путешествием в Таиланд. И благодаря которому, часто случайно, оказалась в Дубае. Тогда проснулся вулкан. Все рейцы были отменены. И у меня получился уникальный шанс попасть, пробыть одну ночь в Дубае. Тогда я увидела всю эту красоту, роскоши изобилия. Вернувшись обратно, я поделилась своими знакомыми, своими впечатлениями. Не столько впечатлениями о поездке в Таиланд, сколько одной ночью, проведенной в Дубае. Он сказал, что у его знакомого есть сестра, которая работает здесь 4 года. Она работает в туристической сфере. Он предложил познакомиться с ним. Для того, чтобы задать ей какие-то вопросы, и понять, каким образом можно переехать в Дубае. Из этой встречи я для себя извлекла полезную возможность создать резюме на английском языке и сделать аппликейшн на специальных сайтах, где можно найти работу именно в сфере туризма. Таким образом, буквально через 4 месяца я получила первый звонок. проходила я собеседование по телефону, даже не по скайпу. Это было около 6 звонков, где задавались различные вопросы, проверял сознание английского языка. И буквально в сентябре уже мне сделали предложение. Единственный момент затихнулся в оформлении визы, поскольку мой загранпаспорт действовал менее 6 месяцев. То есть это необходимый фактор для оформления визы. Таким образом, я переехала в Дубае, можно сказать, с нулевым вложением. У меня была основная цель, наверное, когда решаешься уехать из страны, где ты живешь на данный момент, нужно задаваться целью, обязательно измеримой целью. Таким образом, будет намного проще находиться здесь. То есть моей целью не было зарабатывания денег, не было, наверное... Моей идеей переезда было получение жизненного опыта. И я всегда горела получением опыта в международной компании. И для меня не было важно, сколько мне будут за это платить. Поэтому... Начинала я с Худжера, это один из самых простых вариантов, я думаю, поскольку в Дубае в 5-звездочнике не так просто попасть. Для меня... Я приехала в Худжеру, была там 3 месяца. В первый же день я поставила себе цель то, что через 3 месяца я однозначно должна быть в Дубае. Таким образом, можно сказать, что через 3 месяца уже 1 мая 2011 года я была в Дубае и начала работать уже в туристической компании. Здесь уже все по сноровке. То есть ребятам, которые планируют ехать сюда, я считаю то, что не нужно находить в себе оправдание. Почему? Точнее, оправдание в отсутствии возможности, а нужно наоборот искать эти возможности и задаться на самом деле целью. и понять, в чем она. В зарабатывании денег деньги можно зарабатывать дома. Получить какой-то опыт. Нужно задать себе критерий, какой опыт хотелось бы получить. Познакомиться, завестись с новых друзей. Всегда есть люди, друзья, которые готовы тебя здесь встретить, приютить и не возьмут с тебя деньги. То есть я сама не раз предлагала ребятам, когда спрашиваешь то, что... Да, на самом деле, почему вы едете, для чего вы сюда едете? Ребята говорят, получите опыт. А что тебе мешает? Ну вот отсутствие жилья, работы. Я говорю, окей, приезжай, поживи у меня без проблем, пока найдешь работу. И начинается куча наводящих вопросов. На самом деле, куча наводящих вопросов. Ты начинаешь понимать, что у человека нет конкретной цели переезда. И, наверное, одним из советов, может быть, также являются... Цели должны быть... Нужно планировать на много лет вперед, потому что Дубай – это город бешеных темпов. Если завтра мы уже сможем за 30 минут добираться до Чикаго, Сабудаби, сами должны понимать, насколько здесь мечты быстро реализовываются. И, наверное, такой вопрос, который интересует очень многих наших зрителей. С какими трудностями тебе пришлось столкнуться здесь? Первая трудность – это, наверное, в силу моего характера мне было очень сложно переключиться на ритм жизни. Несмотря на то, что быстро все двигается очень быстрыми темпами, растет и развивается, но темп движения людей именно в бизнес-структурах, в тех же госучреждениях, он очень медленный. И, то есть, приходилось переключаться с нашего российского вешеного ритма, когда один человек multiple может делать в одну минуту 10 заданий и переключаться именно на ту размеренность, на то умение наслаждаться, именно проживать жизнь. Вот это было одной из сложностей, наверное. И второй момент – это незнание многих законов. То есть, когда я приехала сюда, ну, как бы, чисто с российской сноровкой, я думала, окей, устроюсь в отель, потом быстренько найду себе другую работу и перепрыгну. А не то, что было. Есть определенные законы, которые тебя ограничивают в этих возможностях. Есть такое понятие BAN. У меня неоднократно рассказывали в проекте «Ин Дубай». Но, благо, мне повезло, потому что законы одного эмирата, они не влияют на закон, как бы, грубо говоря, не соприкасаются с законами другого эмирата. То есть, если мне ставили BAN в Фуджере, то это был запрет работы именно на территории эмирата Фуджере, который не действовал на территории эмирата Дубая. То есть, в этом плане мне повезло. И, наверное, вот благодаря дальнейшим вот таким порывам именно развиваться и куда-то дальше двигаться, я силой своего, как бы, своим собственным опытом узнавала те или иные фишки местных законов. Но обратить внимание, наверное, стоит все-таки на условия контрактов, поскольку есть понятие unlimited, unlimited контракт, дальше на позицию компании, в которой вы планируете устраиваться, то есть где она территориально находится. Если вы работаете в Дубае, на сегодняшний день в отеле Дубая, то большинство отелей, они зарегистрированы именно на территории Дубая. Есть компании, которые зарегистрированы на территории фризоны, это свободная экономическая зона. И есть компании, которые зарегистрированы в государственном секторе. То есть, в зависимости от того, в какой сектор вы переходите, должны рассматриваться условия, а также момент зарплаты. То есть, в принципе, никаких препятствий для того, чтобы перейти даже на работу в той же сфере не существует, если у вас есть аккредитированный диплом, школы, колледж высшего учебного заведения, и ваша последующая зарплата будет больше предыдущей зарплаты, эквивалентно двух-трех тысяч. То есть, вот эти вот моменты. И из моего личного опыта, я уже неоднократно меняла работу в Дубае, могу сказать то, что не стоит себе ставить препятствием и ограничением дальнейшего развития поиска работы именно понятие визы. То есть, если компания действительно вас хочет видеть в рядах своего сотрудника, то она всегда найдет варианты, как вам открыть визу. Потому что у большинства компаний есть всегда визовые ячейки, лицензии, зарегистрированные в различных вариантах права собственности компании. И хочу также в этом плане дать совет. Приезжайте в Дубае, продолжайте apply во все возможные места. Это вам позволяет всегда оставаться в тонусе, всегда знать, в каком направлении нужно расти, какой спрос на рынке, даже если вы удовлетворены своей работой, которую вы имеете на сегодняшний день. Да, и это уникальный шанс, кстати, встречать людей, поскольку ритм жизни в Дубае, он такой достаточно плотный, зачастую сложно бывает заводить определенный круг знакомств. Интервью как один из способов развития, во-первых, языка, возможность оценить свою стоимость на рынке, да, и завести полезные знакомства, люди с удовольствием общаются за рамками интервью. Также расскажи, пожалуйста, про английский язык и арабский язык. Нужно ли его знать? Как, может быть, его лучше учить? И нужен ли вообще он здесь, в Дубае? Я могу сказать, что в Дубае я приехала с basic английским. У меня не было такого высокого уровня знания языка. После путешествия в Таиланд, где, на самом деле, я с позиции понимания, говоря, когда мы как собачки понимаем и молчим, я, наверное, начала разговаривать, начала общаться. И не нужно стесняться, не нужно бояться. Это самое важное. Нужно преодолевать себе эти барьеры. И с basic английским дальше я начала заводить круг общения людей, ходить в кино. Это очень такой полезный момент. Потому что именно умение отлавливать речь носителей языка позволяет продвинуться. Самое главное – это общение. То есть преодолевать эти барьеры, страхи, стеснения. То есть в такие же моменты можно привести пример, когда к нам прилетают иностранцы. В диалоге вы никогда не смеетесь над ними, когда они с вами пытаются говорить на русской речи. То есть в этот же момент вы должны сами понимать, что, говоря на чужом языке, люди будут где-то вас поправлять. И не нужно воспринимать это как критику. Это нужно всегда воспринимать как возможность продвижения. Такой совет. Арабский язык… Я думаю, что по прошествии пары лет, живя здесь, арабский язык уже не то чтобы нужно, а хочется изучать. Потому что начинаешь проникаться именно культурой, традициями. И все это хочется ощущать именно зная их язык. Скажи, пожалуйста, а возможно ли переехать вообще без знания английского языка? То есть зная только русский язык? Ну, возможно, я думаю, что найти. Но я не думаю, что это будет сопутствовать тем целям, которые люди преследуют, приезжая сюда. То есть без знания английского языка можно прекрасно работать в русских компаниях дома. То есть я думаю, что все-таки целью переезда в другую страну это является именно открытие для себя другого мира. Если ты хочешь открыть другой мир, нужно находить определенные ключи. Я думаю, что язык это является одним из ключиков к открытию нового мира для себя. Как твоя жизнь сейчас? Чем занимаешься именно ты сейчас здесь, в Дубае? На данном этапе своей жизни я, наверное, реализовав все цели, которые я себе ставила в Дубае, начала новый путь, путь познания себя. И на данном этапе очень интересно, как это происходит. Я прохожу также собеседование, занимаюсь поиском работы. И из собеседования в собеседование, из интервью в интервью я нахожу ответы. Я нахожу именно те пути, то направление своего пути, к которому рано или поздно приду. Надеюсь, что через пару лет, через пять лет мы будем снимать очередное видео, где я буду уже рассказывать о своих достижениях. В Дубае много возможностей. Хотелось бы узнать, как ты проводишь свое свободное время сейчас здесь? Свободное время – это активный образ жизни. Обожаю заниматься спортом, йога, бодибаланс, все, что связано с фитнесом. Это активные пробежки на Джумера бич-парке, роуд, общение с друзьями. Одно из любимых хобби – это посещение красивых мест, потому что в Дубае их очень огромное количество, и с каждым днем становится все больше и больше. Проникновение этими местами. И я думаю, что в последнее время очень активно собираюсь посетить время в участии в проекте Индубае. Хочу поделиться со всем, что переживаю в Дубае с ребятами, которые уже находятся здесь, которые только планируют сюда переехать. Это был один из моментов моего профессионального движения карьерного. Скажу, что роста, но профессиональный опыт работы здесь. Начала я работать, как уже говорилось, в отеле. Дальше работала в туристической компании в Operation Department. Это координация с туроператорами со всех точек мира. Помимо России – это Ливан, Турция. И дальше у меня появился интерес именно проводить экскурсии в городе Дубае, поскольку здесь все должно быть легализовано и дисциплинированно. Прошла курс в Тургиде. Получила лицензию. Был опыт работы Тургидом около 6 месяцев. С удовольствием могу поделиться у кого, если возникнут вопросы, куда можно съесть помимо тех традиционных мест, куда обычно возят туристов. Что ты посоветуешь тем, кто переезжает в Дубае? Может быть, дашь каких-то своих топовых 5 советов, учитывая твой опыт? Топовые 5 советов? Ребят, не бойтесь мечтать. Заживайте вперед. Не пытайтесь искать оправдания того, что невозможно. Ищите всегда возможности, они всегда рядом с вами. Определяйтесь целями и не забывайте отмечать то, что цели должны быть измеримыми, то есть должен быть результат. И тогда вам жизнь в Дубае. Приехав сюда в Дубае, вы сможете продвигаться, двигаться вперед, не обращая на те все нюансы или минусы или сложности. Вам будет легко и просто идти по жизни. Такой важный вопрос. Как изменилась твоя жизнь? Изменилась ли ты сама? Возможно, какие-то твои жизненные ценности, какие-то взгляды именно после переезда в Дубай? После переезда в Дубай моя жизнь изменилась. Есть такое понятие – thinking out of the box. Я думаю, что переехав в Дубай, я выпрыгнула именно из той коробки и систему мышления в коробке. И второй момент для меня – изменились мои ценности. Для меня очень важно стало понятие семьи. И еще момент такой, наверное, женственности. Я в Дубае увидела то, что эта страна, эта женщина может оставаться той женщиной, а не мужчины в юбке, как зачастую происходит в современных развитых странах. Я думаю, что вот эти моменты, которые я наблюдала в свое время, наверное, стало добрее. И вот это, то, что я ранее отмечала, размеренности в движениях, в жестах, в речи, оно позволяет именно вкусить смысл и вкус жизни, и ощущать жизнь, проживать ее. Я думаю, что вот эти важные факторы, они действительно во мне изменились. Сказать относительно того, что я стала оптимистичнее – я всегда была оптимистом. Сказать, что я стала более авантюрной – я всегда была авантюристкой. Наверное, еще умение налаживать контакт с людьми разных менталитетов – это непросто. Это действительно нужно время и нужно проникновение культуры и традиций для того, чтобы именно найти общий язык – не английский, не язык, о котором человек говорит, а именно язык, на котором человек мыслит. Скажи, пожалуйста, жалеешь ли ты о своем переезде? О своем переезде я вовсе не жалею. Для меня, наверное, это классный стартап, потому что на Дубае я не планирую останавливаться. Я даже буквально недавно делилась со своим братишкой. Ребят, поверьте, Дубай – это одно из самых классных точек в мире, где можно начинать с нуля, с zero, и достигать тех высот, о которых вы только могли бы мечтать. То есть, когда мы говорим о финансах, денег больших не нужно. Компания, которая вас принимает на работу, она готова вам купить билет, вы приезжаете, у вас есть жилье, если мы говорим об отеле. Если мы говорим о языке, это дело пары языковых курсов, можно приехать в Basic English и начать говорить. И здесь вы уже начинаете импровь во всем. То есть, какие еще бывают сложности? Не знаю, в основном ребята видят сложности в финансовой системе. Да, денег. То есть, денег, я честно говорю, я приехала, у меня было в кармане 500 долларов, и я уезжала с расчетом на то, что моя зарплата позволяет закрывать мне какие-то финансовые обязательства кредитные в России, а остальное оно там на месте решится. То есть, мне было самой целью переехать и начать жить. Дальше момент языковой. Язык, ну не страшно. К нам тоже приезжают огромное количество иностранцев, и на том же самом сложном языке русский начинают говорить прекрасно и всех их понимают. Какие еще сложности? То есть, я считаю, что Дубай – это вообще изумительная точка именно для стартапа себя. Не бизнес, а именно самообразование, что ли, как это если хочешь назвать. Просто перед приездом в Дубай у меня была альтернатива поехать в Америку, в Майами, либо в Дубай. То есть, в силу определенных моментов, легально-нелегально, я все-таки решила поехать в Дубай. Я понимаю, что, возможно, в Америке мне было бы сложнее с тем уровнем языка, с теми финансами, которые нужно было с собой иметь для того, чтобы туда поехать, решать вопросы с жильем на месте. Я считаю, что именно Дубай – это та точка старта, к которой можно начать и дальше идти уже по миру. И здесь именно все открыто, и в такой момент мы иногда иллюзорно о многих странах мечтаем, а здесь такая есть классная возможность общаться с людьми, которые приезжают из всех стран мира, и пообщавшись с ними, ты начинаешь понимать, сможешь ты жить в той или иной стране, в которой давным-давно мечтала. О той же Англии, о том же Таиланде, Филиппинах, Индии. То есть, начинаешь видеть людей, носителей культуры той страны, куда ты когда-то планировал поехать. Если кто-то из наших зрителей захочет с тобой связаться, можно ли как-то с тобой связаться, познакомиться, возможно, задать тебе вопросы, открыта ли ты к общению с другими людьми? Я буду с удовольствием открыта к новому общению, я поделюсь своим скайпом, могу поделиться своей электронкой и тем ребятам, кто живет на сегодняшний день в Дубае, живу в Силикону Альсе. До свидания, рада встрече. Я думаю, что в описании к этому видео мы обязательно дадим твою ссылочку ВКонтакте, вернее, ссылочку на твою страницу ВКонтакте, и люди смогут к тебе добавиться и живо обменяйтесь более подробными контактами, да? Окей, здорово. Спасибо. Дорогие друзья, на этом наша встреча подошла к концу. С вами была Виктория Тиканкова, я Анна Надырова, канал InDubai. Обязательно ставьте лайки, чтобы мы снимали еще больше видео, чтобы Вика тоже сняла для вас много интересных видео в будущем. И, конечно, пишите комментарии. Любая ваша обратная связь очень для нас полезна, и мы всегда читаем каждый ваш комментарий, поверьте. Также хотела вам сказать, что мы сняли уже огромное количество различных интервью с каждым человеком. Обязательно найдите время, зайдите на канал наш в YouTube и посмотрите каждое интервью. Думаю, оно будет вам очень полезно, особенно если вы планируете переезд в Арабские Эмираты. Хочу также поблагодарить Анну Азата, проект InDubai за возможность делиться с вами, а также поносить до вас то, что мир без границ и все возможное. Удачи вам, ребят, успехов. И пишите всем, чем мы сможем с вами поделиться, мы всегда это рады сделать. До свидания. До встречи в Дубае. До встречи в Дубае. До встречи в Дубае.